Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, в этом видео мы с вами хотим поговорить о гороскопе на следующую неделю. Это с 18 по 24 мая 2020 года. И совет этой недели – напрягитесь и постарайтесь рассчитаться со всеми долгами. Постарайтесь в ближайшее время не брать в долг, а только рассчитываться. Давайте немножко затронем тему лунного календаря. Обращаем ваше внимание, что с 18 по 21 мая у нас убывающая луна. Пожалуйста, напоминаем еще раз, что напрягитесь и постарайтесь рассчитаться со всеми долгами. Этот период самый благоприятный. В первую очередь отдайте кредиты банку, а уже потом конкретным людям. И в ближайшее время старайтесь не брать в долг. 22 мая у нас новолуние. И это время предназначено для того, чтобы разобраться в своих отношениях. Поэтому задайте своему избраннику вопросы, которые не решались ранее задать. И получите, наконец, на них все ответы. И все встанет на свои места. И вы поймете, ждет ли вас счастливое будущее с мужчиной, который рядом с вами. Далее у нас 23 и 24 мая, друзья, растущая луна. И в период растущей луны необходимо проявлять повышенную аккуратность в поездках. Так как велика вероятность транспортных поломок и аварий, которые в том числе способны произойти из-за банальной неосторожности или рассеянности. Опасность в этот период также может быть связана как с водой, так и отравлениями. Ну а далее, друзья, мы с вами поговорим кратенько о гороскопе на неделю с 18 по 24 мая для каждого знака зодиака. И начнем мы со знака зодиака овен. Уважаемые овны, много времени вы будете уделять домашним делам. Зато в конце недели вы с чистым сердцем порадуетесь своим успехом. Поэтому будьте аккуратны с людьми, предлагающими вам помощь. Возможно, они делают это не искренне. И не берите опять же денег в долг. Отдать их вы сможете, к сожалению, очень не скоро. Далее гороскоп для знака зодиака телец. Уважаемые тельцы, чтобы довести некоторые дела до их логического завершения, вам понадобится терпение. Несладко придется тем ракам, кого мучают мигрени или боли в желудке. Без лекарств будет не обойтись. Проводите как можно больше времени на свежем воздухе. Вам станет полегче. Далее у нас, друзья, близнецы. И, уважаемые близнецы, у вас будет шанс помочь окружающим людям. Использовать его или нет, решать вам. Поэтому планируйте важные дела, так как велика вероятность, что все пройдет у вас успешно. С деньгами пока у вас будет туго. И вам придется затянуть пояса. Не переживайте, это ненадолго. Отложите свои траты на потом. Далее гороскоп для знака зодиака. Рак. Уважаемые раки, множество мелких дел ждет вас в ближайшие дни. Они будут нетрудными, но беспокойства принесут немало вам. Будьте аккуратны, особенно на дороге. Сейчас важно совершать добрые дела. Все, что вы не сделаете, вернется к вам сполна. Особенно вашей помощи ждут родители. Далее гороскоп для знака зодиака. Лев. Уважаемые львы, в этот период вы можете начать что-то новое. Сформировать положительную привычку. Сейчас полезно заводить новых приятелей. Не отказывайтесь ни от одного приглашения, которое будете получать. Вас ждет неожданная встреча, поэтому будьте начеку. Далее гороскоп для знака зодиака. Дева. Уважаемая дева, на первом месте для вас окажется работа. Вы знаете, это неплохо. Вам удастся подняться по карьерной лестнице даже. Но и про семью, пожалуйста, не забывайте, иначе супруг может затаить на вас обиду. Следите за словами, особенно в диалогах с коллегами. Меньше рассказывайте им о своей личной жизни. Далее гороскоп для знака зодиака. Весы. Уважаемые весы, тщательно выбирайте тех, с кем вы будете общаться в этот период. Любой человек сможет оказать на вас влияние. В отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче и доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас ни к чему. Больше гуляйте на свежем воздухе и, конечно же, отдыхайте. Далее гороскоп для знака зодиака. Скорпион. Уважаемые скорпионы, у вас период нестабильности. Сегодня вы можете получить награду, а уже завтра разочароваться в чем-либо. Поэтому принимайте все с благодарностью и тогда легко переживете это время. Сейчас можно заниматься благотворительностью. Вам это зачтется. Кстати, в конце недели ожидайте материальной награды. Далее гороскоп для знака зодиака. Стрелец. Уважаемые стрельцы, а вот вас ждет незабываемый период. Будет много приятных встреч, мероприятий, на которые вас непременно пригласят. Да и настроение у вас, у вас, наконец, станет хорошим. Не пропустите выгодное предложение. Сначала оно покажется вам рискованным, но в этот раз вы можете пойти даже на риск. Далее гороскоп для знака зодиака козерог. Уважаемые козероги, вам будет не хватать эмоциональной стабильности. Настроения будут меняться каждый день, если даже не каждый час. Справиться в этот период поможет любая творческая деятельность. Могут возникнуть сбои в здоровье. Не игнорируйте подозрительные симптомы. Проверьтесь, пожалуйста. Далее гороскоп для знака зодиака водолей. Уважаемые водолеи, в личной жизни вам придется сделать непростой выбор. Уйти или остаться. Поэтому слушайте свое сердце, а не друзей. И тогда вы точно не ошибетесь. Долги, которые вы сможете отдать в этот период, не отразятся на вашем бюджете. Так что лучше сделать это сейчас, тем более финансы вам позволяют. Далее гороскоп для знака зодиака. Рыбы. Уважаемые рыбы, вам пора проанализировать собственные ошибки и сделать соответствующие выводы. Это поможет вам в будущем. Сейчас можно планировать отпуск и заказывать билеты. У вас даже получится сэкономить. Проблем, конечно, вам доставят старшие родственники на этой неделе. За ними потребуется особый уход. Друзья, вот такая у нас следующая неделя. Достаточно она интересная, активная. Потому что у нас убывающая луна, у нас будет новолуние. И у нас будет уже растущая луна, когда мы с вами можем провести ритуалы, обряды на привлечение денег и материального благополучия в нашу жизнь. Друзья, обязательно ставьте лайк вот этому видео. Обязательно пишите благодарю, принимаем. Мы вам отправляем энергию изобилия, энергию любви. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Ну а мы с вами услышимся уже в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.